Привет! Эээ, Трибуарн! Совсем недавно у Алекса Криши вышла 17-я часть Майнкрафта для нубов. Я её посмотрел, и реакция вам, насколько я понимаю, зашла, потому что просмотров там, ну, неплохое количество. И я подумал, а почему бы не вернуться к просмотру старой серии Майнкрафта для нубов? Я когда-то, последний раз, наверное, смотрел где-то в феврале месяце, если не помню. По-моему, в феврале месяце я смотрел девятую часть, решил посмотреть сегодня десятую вместе с вами. Она называется, как путешествие. Но прежде чем начать смотреть видосиан, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на трубу и на группу ВКонтактике. Ссылочки все будут в описании. Теперь давайте посмотрим ролик, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Официальный перевод поддержите выход серии, отказавшись от сторонных переводчиков. Спасибо за внимание. Окей. Майнкрафт 4 Noobs 10. И снова перед нами картина Маск. Блин, вот, как я сказал, два дня назад я посмотрел, ну, на данный момент времени, когда я записываю ролик, 17-ую часть Майнкрафта для нубов. И там просто восхитительный рисунок, безумно мне нравится. И я вот опять возвращаюсь к старым сериям, и рисунок здесь... Но слабенький, на самом деле. Когда ролик вообще выходил? В 16-м году, нифига себе. Это за 6 лет вышло всего лишь 7 серий. О-хри-неть. Да не говори, они еще называют это искусством. Но перед нами картина Маслом. Да не говори, они еще называют это искусством. Так это искусство. Я не об этом. Видишь ли, это уже третья часть, с заставкой которой является твое тело, лениво лежащее на кровати. А почему бы нет? Ленивые жопы, это всегда хорошо. Может... Я просто сам по себе знаю. Залезть на окно, вряд ли это применение крутое. Это чудесный мир Майнкрафта. Даже в свиньях больше жизни, чем в тебе. А-а-а, понимаю. Вот почему... А я хочу просто лежать, ничего не делать. Тема дня, путешествие. Хрена себе, это как он почесался. Перед нами карта... Нубский... Дом Питера. Полуострова, на которую нанесены очертания твоей конуры. Готов поспорить, ты никогда не выходил за ее рамки. Причем в последние дни, в прямом смысле. Да, я-я-я прекрасно его понимаю, у меня такое чистенько бывает. Ха-ха, попал все-таки, ха-ха-ха, прям в точку. Ха-ха-ха, сука. Еееей, я даже сделал что-то, не вставая с кровати. Итак, для успешного начала нашего похода, нам понадобится в первую очередь компас. Красная стрелка указывает на пункт поставления актеров сериала, то бишь спавн. Можешь сам в этом убедиться. Ха-ха-ха, он даже с кровати встать не хочет. Боже, это депрессивная барная музыка. Хочется себе стул в голову сломать. Зачем? Нет, ничего повеселее. Ну-ка. Господи, сколько музыки этой лета вообще уже. Даже я ее, по-моему, вставлял свои очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-старые ролики. Только не это. Ага, согласен, только не это, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха, зато он такой радостный, смотри. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, фига себе улетел. Фига себе танцуньки. Ну еще бы, если бы мне в жопу попала стрела, я бы тоже был бы злой. Ты продебильничаешь так, весь туториал. Так, прекрати. Врубай диджей. Ха-ха-ха-ха, бедняга. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты знаешь, мы против наркотиков. Будем не грибами. И против костяков, да? Или музыкой, что ты слушаешь, все равно. Ха-ха-ха-ха-ха. А, это не по приколу, он про музыкальный путь. Мы ограничены во времени, так что... Шшшш. Момент ностальгии. О, да пошли мы все. Какой момент ностальгии? Что он увидел-то? Я встал с корбати. Это так печально. И грустно. Прошло 4 года. Или 5, если вы смотрите в 2016 году. Да, в 2016 смотрим. А оказывается, 10 серия вообще вышла... В 2015 году? Нифига себе, это через 7 лет. 7 раз в год, это серия жесть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Охренеть. Так. Ладно, это все очень сопливо и все дела. Но мы идем дальше или предпочитаем деградировать? Нет, мы идем дальше. Нет, я деградировать тоже люблю, но лучше пойдем дальше. Как видишь, он привел тебя туда, где родилась легенда. Таким образом, ты никогда не потеряешь свой дом. Какой дом? Ой. А, смыли. Это туалет. Это сельский туалет. Ха-ха-ха, нифига себе, он там обосрался. Что это было? Есть еще много чего нам предстоит сделать до того, как мы отправимся в путь. Ну-ка. Для начала, мы сделаем лодку, чтобы плавать в грибах. Фу, зачем? Что за бред? Что это, блин, был? Я тоже так понял. Какая-то мерзость. Затем, каким-то не менее странным образом, мы получаем синюю кровать из розовой... Так у него же была уже кровать. Шерсти. Хотя, не все эти шерсти, тут даже дело. Кровать нужна, чтобы проп... Подожди, стой, это уже была... Синюю кровать из розовой шерсти. Это же си... Откуда у свиниш? Хотя, не си эти шерсти, тут даже дело. Это было забавно. Кровать нужна, чтобы пропускать ночь. Так. Еще нам не помешает какая-нибудь мебель. Нет, не трогай это! Ха-ха-ха-ха! Сломало, типа, все вылилось. Высыпалось. А, да-да, я так и подумал, что она сломала... Ха-ха-ха-ха! Нет, не трогай это! Офигеть! А там так много всего? Жесть! Из всех щелей! Ну, это забавно выглядит. Ну, что, собирай теперь... Как раз, когда нечем стены заменить. Что? Как раз, когда нечем стены заменить. Когда... Как раз, когда нечем стены заменить? Или что он сказал? Напишите, пожалуйста, в комментах. Боже, хоть в бетон замуруй меня. А-а-а-а! Так. Теперь ты готов, мой ученик. Ну-ка. Большой батя-кубач ждет нас, когда мы разнесем его на ресурсы. Угу. Земли здесь разбиты на биомы. А каждый биом обладает чем-то, что не только бросается на... Что-то за розовая фигня. ...глаза, но и полезно для будущих начинаний. Да, бла-бла-бла, короче, выезжаем. Поехали. Ай, солнце начинает. Как я где-то сделал. Хо! Ну, я не знаю, это весло хоть себе еще тоже сделал. Нафиг руками-то грести. Первый биом, в котором плывем, это океан. Проплыв мимо, болван. Боже мой. Это фрут. Это чертов фрут. Дороги-ка! Вот тут он полетел. Ого. Здесь, кстати, прикольно выглядит. Вижу, ты не ищешь легких путей. Это что-то очень странное. И психоделичное. Ладно, хоть не какахами. Что? Не помню, чтобы я убивала алмазы на мотыгу. Выбивал. Попали все-таки веняга. Мы находимся в девственной среде джунглей. Природа здесь уникальна. Мы могли бы встретить обезьян. Так вот же обезьяна. Поэтому у нас по деревьям лазят какие-то тупые коровы. Вот, видишь, что я говорил. Нифига себе, борода-то корова, прикиньте. Еще дерзкая такая. Так как это первая корова, что мы когда-либо встретили, сделаем ее полезной. За 10 серий первая корова? А по-моему, уже были короны. Теперь у нас так называемое ведро молока. Если ты съешь кусок какого-нибудь гнилья и запьешь его молоком, то проблем с желудком не будет. А может, тогда все-таки не стоит сжирать гнилье вообще? Чего не скажешь о логике. Какая бедра. Также трех ведер молока с прочим мусором будет достаточно, чтобы сделать торт и устроить вечеринку. Серьезно? Прикольно? Там можно сделать торт? Вечеринка с кем? Кто эти пятна? Следующий биом пустыня, отражающая своей пустотой активность на главном канале. Конкретно об этой сказать больше нечего. Хотя, если бы нам повезло чуть больше, мы бы могли найти как минимум пирамиду. Чуть дальше мы оказываемся окруженными чудесными цветами, прямо как на кладбище в поминальный день. Ай, будь здоров. Ну, да еще раз. Ты можешь собрать несколько для разнообразия своей клубной. Я так понимаю, аллергия, да? Мне его жалко. И шага от пустыни, неожиданно выпал снег. Прям как в день, когда Джеб добавил что-то полезное. Кто это? Хватит перебивать мою критику обновлений. Я так понимаю, у него аллергия даже на свет. Ой, а тьфу, блин, а снег? Так, где ты вообще? Так. Извини, но какого лешего происходит? Оу. Оу, барашка постриг. А, теперь он чихает, потому что ему холодно. Окей, такой милый баран. Короче, это место примечательно как источник снежков. Ты их даже можешь кидать. Да ладно? В петуха... А, тё, чё оно? Какой огромный, это чё там за петух переросток? Так. Вау, подножье горы кишит залежами угля. О-оу, вот чего я боялся. В Бэт-пещеру. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Куда-то он побежал, далеко. Так, Бэт-пещера. Буквально секунду спустя. Нифига себе он сделал себе дом. Видимо, совсем уже не нуб. Надеюсь, мы в безопасности. Часто в путешествии нам приходится оставлять после себя отрыжки цивилизации в виде землянок. Окей. И напердел ещё. Не уснуть. Скорее всего, это потому, что ты играешь на сервере. В этом случае, совершить временной скачок кроватью можно лишь, когда в кроватях все. Ага, ну это да, я знаю. Похоже, у Питера даже стога сена нет на ночь. А почему он не сделал? Он же, по-моему, у него в первых сериях был какой-то огромный дом крутой, не? Или это наоборот в следующих сериях? Чё-то, по-моему, в первых было. Убей меня. Позже. А-а-а, я не понял. Это он куда за... А-а-а-а, в этот, что ли, в какого? В цемент? Если так, то вместо того, чтобы ночью пинать мухомор, потратим её на шахты, что скажешь? Ну, согласен. Что ещё делать-то? Отпинали, бедняга. Какус? Ставлю микрофон, что тебе не повезёт так дважды. Так. Яблоко золотое. Неплохо. 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 А куда-то в ногу? Звуки чего? Зависи? А, сломал микрофон. Что ещё за херня? Я на Майнкрафт прозрал 4 блин года. В твоей жизни ни разу не носил яблоко. Серьёзно? А я даже, по-моему, находил. А что, оно настолько крутое, что ли? Его же съесть и всё. Больше ничего, его не будет. Отвою. Откуда они берутся? Читами? Так, я на зла. Читами? Опять майнкрафтовых... Майнкрафтовских часов спустя. Кто его там отпинал? Бедняга. Так. Это рай. Чемазый. Это кролики. Ооо, как я не милую. Не, скорее ад. Почему? Тебе не нравятся кролики? Болики же крутые. Что же там увидел такого? Подожди, там была деревня, а там были киски, да, или показалось? Да, это киски! Киска и коровка! Ууу! Кек. Тупи континент. Не понял. Не понял. Конец второго сезона, в смысле? Не понял. Там же ещё... Что это? Тут ещё... Две минуты? А что он там будет говорить? Две минуты? Интересно наблюдать за напряжением в последнее время Вокруг свиты Фалько и других переводчиков Постараюсь разъяснить ситуацию Перевод аудиоматериала Какого-либо видео является Ну я только думаю здесь уже Смысла нет, потому что ролик вышел Когда? В 2016 году Это уже информация не актуальна Ну а ролик получился шикарный, огромное спасибо Алексу Кришу За то, что он сделал вот это Это восхитительный вообще сериал, мне прямо очень нравится Но видно, насколько сейчас У него скилл повысился и рисовка стала Гораздо лучше И шуток гораздо больше стало И сюжет появился прям шикарный И новые озвучки Вот 17 серия это прям такой действительно Прям уже полноценный мультик Полноценная серия мультика Здесь такая еще можно сказать, так сказать, скетчик Но в любом случае это очень-очень крутая А то, что происходит сейчас У него на канале, это просто вышка И я жду с нетерпением следующую серию Но 10 серия тоже классная, лайкус я ей уже поставил Собирается здесь Достаточно количество просмотров Сделаем реакцию еще на 11 часть Но если вам понравилось, то лайк, подписка, комментарий Не забывайте прожимать бубенщики Все интересующие ссылочки в описании С вами как всегда был Рибон, спасибо за просмотр Пока